Здравствуйте, дорогие друзья! Обход по саду сегодня, 27 апреля. Вынужденный обход по саду. Спасаем растения. И я вам сейчас расскажу, почему. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас, секунду. Боюсь, от ветра упадёт мой штатив. На днях упал телефон. Вот. Я приехала сегодня на дачу и решила сделать обход по саду. Почему именно сегодня? Потому что сегодня ночью будет плюс один градус. И я вам, дорогие зрители, предлагаю, кто может выйти и накройте свои любимые маленькие растюшечки, именно те, которые очень вам нужны. Потому что плюс один пишут, но мне кажется, что будет минус один. Потому что в Минске-то плюс один, а за городом может быть и минус один. Поэтому мы можем завтра проснуться и лежать даже маленький и не может. Поэтому я побежала, и сейчас вам покажу, как я укрываю растюшечки быстрым способом. И именно те растюшечки, которые очень важны для меня. А важна для меня в этом году гортензия, которая в этом году перезимовала очень хорошо. Поэтому бегом укрывать. И обход по саду я вам гарантирую на 10 минут. Хотите? Пожалуйста, приглашаю вас. Так, сейчас я передвигаю камеру аккуратно, дорогие друзья. Вот. И показываю вам, что тут происходит с моими растюшечками. Вот смотрите, обратите внимание вот на эту гортензию. Она вся на цветочках. Вот. На лепесточках. И в этом году она перезимовала первый раз. Так хорошо. Это такой сорт, который еще ни разу не цвёт. Я про него вам уже рассказывала. И я вот одним движением руки брюки превращаются, превращаются, превращаются в прекрасные шорты. Вот. И камешками. Это буквально я на один денек прикрою её. И если вдруг будет всё-таки минус, то я хотя бы чуть-чуть спасу эту красотку. Потому что недонезапная прохлада и похолодание может погибнуть ваше растение. Ну, в смысле, не погибнуть, просто цвести не будет. А я всю зиму ждала, чтобы именно она расцвела. Мои 150 гортензий я укрывать не буду. Но вот одну красотку я справилась и укрыла. И это мне обошлось с вами полминутки или минутка. Поэтому пошлите дальше, что мы будем делать. И что мы будем дальше делать. Так, хорошо. Вот. Кого мы ещё спасём с вами? Так, сейчас пойду за спонбонтом. Так, возьмём-ка с собой, наверное, вот эта гортензия. Перезимовала так, скажем так, не очень. Но пару веточек вот хотят зацвести. Поэтому я пару веточек могу вот так вот немножко спасти. Вот так. Скажем так, не всю гортензию. Потому что тут вымерзла. А спасаем только то, что не вымерзла. Вот. Хотя бы так. Совсем немножечко. Это мне надо спасти цветоносы. Понимаете? И вот эти нижние. Тоже они должны зацвести, мне так кажется. Поэтому я их аккуратненько вот так спасу. Всё. На эту гортензию я потратила тоже одну минутку. Пойдёмте дальше. Вот в кашпо тоже гортензия. Она даже вот тут на бутончиках. Вот тут уже бутончики. Поэтому я вот это кашпо просто прикрою. Вот так. Это только на ночь. На эту ночку. Обещают вот такую холодушку. Так. Вот. Тоже одна минутка. Да. Ну если у вас нет возможности, то что поделать? Как? Как? Есть возможность. Так. Вот здесь ничего не укрываю. Ничего. Только укрыла то, что вам показала. Холодно сегодня. Ну вот смотрите, дорогие друзья. По-моему, даже вот это уже этой ночью приморозилось. Посмотрите, поскручивались листики. Так. Влаги хватает. А вот цветоносы. Или это подгорело от солнышка. Вот. Я её вынесла. И эти вот растения тоже. Укроем. Вот так. Смотрите, и тут всё подгорело. Да. И от солнышка подгорело. И от холода подгорело. Никто не ожидал. Что будет так холодно. Конечно, было плюс 20. А сейчас непонятно сколько. Сейчас плюс 6, наверное, ночью. Плюс 1. Вот. Сейчас я камешек сюда ещё положу. Так. Чтобы наш спасболк от ветра не улетел. Вот. Всё. Одна минуточка. Засекываем. Где ещё что будем спасать с вами? Вот. Готово. Фух. Устала? Это всего лишь 5 минут. 5 готенги, 5 минут. И вот осталась у меня ещё одна, за которую я волнуюсь. И потом я вам покажу следующую. Вот здесь клематис у меня. И тут надеемся, что мороз будет недолго. Камешком прижали. Так. Думаю, тут всё в порядке. Вот эту гортензию могу завести на балкон. Ну, в общем, тут, что хочу, то могу занести на балкон. Могу даже вот эту гораньку на балкон. Остальное не буду. Уже как будет, так будет. Вот видите, это на верхних почечках тоже придётся укрыть. Ну, посчитаем потом, сколько я укрыла сегодня. Раз, два. Вот здесь обязательно надо укрыть. Потому что здесь вот снизу идут. Там вот можно укрывать тоже. Это снизу идут, укрывать не буду. Снизу идут, укрывать не будут. А вот вереск. Посмотрите, какая прелесть. Очень ему понравилось перезимовать. А весной я его лапник не снимала, чтобы он не сгорел. И рядом тут уже цветёт красотулечка. Штамбовую розу укрывать не буду. Они не боятся. Да, минус шести не боятся. Цвет носиков ещё нету. Штамбовая роза прекрасно себя ощущает. Вот побегала я. Эти укрывать чёрные не буду. Потому что это всё с нижних почек. Они так и так, наверное, не расцветут. Здесь тоже укрывать не буду. Везде остальные укрывать уже не буду. Вот. О, смотрите, ещё тут я вижу есть с верхних побегов. Видите? А вот эти три штучки тоже надо укрыть. Потому что это будет три-четыре цветочка и пять. Наверное, пять цветочков придётся эту тоже укрыть. Хотела две-три, а укрыла побольше будет. Будем скоро считать. Раз, два, три. Это укроет четыре. Пять. И там шесть-семь. Семь. Семь укрыла. Вот. Продолжаю. И это всего лишь, наверное, 10 минут мы засекли. Вам жалко или не жалко 10 минут на укрытие? Пока я болтала. Тут вот ещё, кстати, одно укрытие обнаружила. Вот. И эти нижние. И вот это укрыть надо. Вот эти верхние. Только не всё укрываем, а укрываем только вот этот кусочек. Побежала укрывать. Садим прималу, она будет радовать вас весной. Садим тюльпаны, и они будут радовать вас весной. Ну и, конечно же, геоцинты. Они тоже будут радовать нас весной. Не смогла пройти мимо, и поэтому решила вам это показать чудесное сочетание. Вот это чудеса. Красавчик. Вот так. Розовый, персиковый, бордовый, белый есть. Ну, вот белый. Смотрите. Розовый, белый, бордовый. Персиковый и алый такой, помните? Только что подходили. Что-то случилось с геоцинтом. Они попадали. Смотрите, от ветра, наверное. Но придется сломать и поставить вазочку. Ой, какой запах. Вот два. Давайте найдем третий. И вот два. Ну, тут они ровненько стоят. Желко срезать. Геоцинты. Тюльпанчики. Геоцинты просто наполнились своей красотой. Ой, такой толстенькой. Вот. Этим уже пять лет. А этим только годик. Вот так себя хорошо чувствует пион. Смотрите, как интересно он растет. Таким интересным, компактным кустиком. Вот это древовидный пион. Это просто прелестный пион. Я жду его цветения. Раз. Бутон. Два. Три. Четыре. Пять. Пять видимых. Шесть видимых бутонов. Будет фейерверк древовидный. Вот такие гортензии. Это как маленький ребеночек. Не укрыл и заболел. Поэтому вот здесь вот гортензия такая необычная. Мне кажется, у вас такой нету. Это плетистая такая. Она имеет какое-то другое название. Посмотрите, она очень красивая. Вот. Она в южных странах достигает до 10 метров в высоту. А вот она. У нее очень твердый такой. Видите, прямо в плесени. Вот в таком налете. Кора находится. Но это не мешает ей жить, потому что она защищена. То есть хорошо проветривается. Но если бы ветра не было, она бы хорошо цвела. И вот мы думаем, что ее надо тоже укрыть. Потому что в этом году, я думаю, что она расцветет пышно-пышно. А у нее вот такие лапки. Честно, цветет очень красиво. Но очень такая нежная особа. Вот. Сейчас я ее укрою. Одну минутку укрыла ее. Потратила на нее только одну минутку. Просто камешком приложила. И все. Вот она даже может открыться. Надо ее присунуть еще больше. Вот. Укрываю вот эту на один денек. Здесь трогать не буду. Здесь не будет цвести. Только то, что будет цвести. И это легко. Одна секунда. Шпак. И готово укрытие. Просто завязала какую-то вот тараралку. Получилась какая-то куколка. А вся остальная не укрыта. Здесь закрутила древовидный пион. Вот. Там у меня закручен виноград. Так. Здесь у меня мои растения, которые маленькие детки. В парник. Там, кстати, очень тепло поставила гортензии, которые в кашпо остались. Ну и нашла вот кусок пленки. Но не закупорила. Оставила воздушное пространство. Потому что им нужно дышать. Вот. И соорудила такой небольшой домик с пленки. А здесь больше не хватило укрытия. Оказалось, что дырка. На этом все. Обещаю. Обещаю. Это последнее, то, что я укрываю. Я обещаю вам. Я обещаю вам. Тарарарарарарам. Опа. Опачик. Вот. И она скажет нам спасибо. Вот такие любители гортензий. Каждый сходит с ума по-своему. А еще у каждого есть свои недостатки. Так. Как говорили, говорили в кино, в «Джазе только девушки» у каждого свои недостатки. «Джазе только песенки». Песенки чудеса. Так укроем. Так. О, ложечка. Маленькая ложечка. Вот. Так. Где-то вообще должна растеть. Покрасиво. Не, надо ее спасти. Не, надо. «Джазе только спрячь, а все можно не укрывать». И вот это так тепло. И в нем может быть тепло. В общем, я говорю, садите туй. Они подберегают наше растение от ветра. Если у вас участок на горе. Вот. Все. Готово. Дочь Попова. Опа. Опа. Все, товарищи. Умываем ручки. В общем, гортензия – это заразительное дело. Кто видел цветение гортензии, потом просто манит эти соцветия и заставляют нас заботиться об этих красавицах. Заставляют нас бегать над ними, поливать, укрывать. И только любители гортензий понимают. Но они не обижают, в отличие от роз. Розы нас обижать могут. Как уколят, что в скорую поедешь. А гортензия прекрасная. Особо вот эту укрывать не буду. Она здесь находится за туйкой. И ей тепло. И она сильно не любит такое. Ну, перепады не волнуются за перепады. Вот. Поэтому укрыли, обижали, показали вам все наши... В общем, кто успеет, тот успеет. Кто спасет, тот спасет. Вот. Я спасла штучек 10. Обещала 3. 10 умножить на 1 минуту я потратила 10 минут. Все, дорогие друзья, я обещала вам обход по укрытиям внезапному. Обход по саду. Спасаем гортензии в апреле. В конце апреля скоро май. Но сегодня ночь такая холодная будет. Вот и приготовились к холодной ночи. Вот. Больше ничего не укрываем. Все. На этом смотрим на закате. Говорим всем до свидания. Спасли гортензии от сегодняшнего заморозка. Десятиминутная пробежка по саду. Спасение гортензий закончилось. Смотрите ролики дальше. Следующий день. Следующая пища. А я вам в следующем ролике расскажу, как я пользуюсь одним приборчиком под названием сучкорез. Поэтому заходите и смотрите скоро. Может быть, сразу после этого ролика пройдет ролик сучкорез. Поехали. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok